По информации от отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кордымовского районов, за истекший период текущего года на территории Ярцевского района зафиксировано 140 пожаров. За точно такой же период года прошлого произошло 148 пожаров. То есть налицо незначительное, но все-таки снижение. Гибели травмы людей в этом году у нас не зафиксированы. Из 140 пожаров, произошедших в этом году, 77 – это палы сухой травянистой растительности. Думали, в этом году весна поздняя, палов будет меньше, но по сравнению с прошлым годом наблюдается совсем незначительное снижение. Поэтому все равно площади выгорания сухой травы большие. Несмотря на то, что доводим до людей через средства массовой информации, что нельзя сжечь траву, что это неправильно, что нарушение требований пожарной безопасности все равно, люди продолжают сжечь траву, разводить костры с нарушением требований пожарной безопасности. И возвращаемся мы к тому, что статистика пожаров недалеко уходит от прошлого года. Как рассказал Владимир Анисков, основные площади горения прошлогодней сухой травы происходили, как правило, в сельской местности. Тем, кому довольно часто приходится ездить, например, в Духовщину или Копыревщину, наверняка наблюдали эту ужасную картину своими собственными глазами. Впрочем, окрестности нашего города, говорит Владимир Анисков, также горели довольно часто. Особенно в пределах железнодорожной насыпи, на пустырях, заброшенных дачных участках и в пойме реки Вопь. Наибольший удар, так сказать, по травопалу вышел у нас на майские праздники в этом году. Самые большие были дни, вот 1 мая, 2 мая больше всего горело. Сейчас уже, конечно, можно сказать, что этот ажиотаж прошел, и если сейчас один там в неделю пожар какой-то происходит сухой травы или мусора. Несмотря на то, что наиболее опасный сезон пала прошлогодней травы остался позади, ярцевские пожарные напоминают жителям города и района, что лето только в самом начале. И убедительно просят наших сограждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу и дачных участках. Помните, что огонь – стихия коварная и беспощадная. Будьте предельно осторожны с огнем и в случае обнаружения пожара немедленно звоните по номерам 01 и 112 с мобильного.